До пятого класса я был обыкновенным школьником, как их тысячи в Бишкеке. Мечтал стать футболистом и играть за Реал Мадрид. Гуляя с одноклассниками после уроков, мы встретили ребят. Старшиков. Так они себя называли. В первое время нам было интересно с ними общаться. И они приняли нас в свою группу. Они стали учить нас, какими надо быть, как обижать других, отбирать вещи, драться, чтобы они нас уважали. Все пошло под откос. Мы узнали мир по их правилам. В классе появились атаманы и лохи. Учеба скатилась вниз, появились двойки, прогулы. Иногда я вообще не ходил в школу, начал курить. Я забыл о Реал Мадриде и не помню, когда в последний раз играл в футбол. Тренер много раз безрезультатно приходил за мной. А я мечтал уже о другом. О легких деньгах и уважении старшиков. Глубоко внутри я понимал, что все это неправильно. Но жизнь изменилась и покатилась вниз. Я стал первым атаманом в классе и начал собирать дань в школе. А потом я напал на своего ровесника и отобрал у него телефон. Впервые меня задержала милиция. У меня было страшно. Я понял, что обратной дороги нет. Мне так захотелось вернуться назад в тот день, когда появились старшики. И сказать им нет. И рассказать про них директору школы, тренеру и родителям. Меня осудили. Суд назначил мне пробационный надзор. Сначала я не понимал, что это. Но теперь знаю, что мне был дан шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. И я этот шанс обязательно использую. Мой куратор в органе пробации помогает мне забыть этот ужасный отрезок моей жизни. А разговор с психологом помогли мне расставить приоритеты. Теперь я снова учусь, догоняю отличников и помогаю родителям. Моя мечта вернулась ко мне. Я надеюсь, что я стану футболистом. Но я больше не хочу играть в Реал Мадриде. Я буду играть в сборной Кыргызстана. И мы станем чемпионом мира. Пробация. Шанс на исправление.